привет друзья с вами рома и канал просто симулятор давненько мы не смотрели в обзорах на карты поэтому именно в этом видео предлагаю закрыть данный гештальт посмотрев на абсолютно свеженький проект называется он забвен фарм от немецкая карта выполненная автором берни с с и она сегодня появилась на матхабе и надо сказать ребятки что карта очень заинтересовала пользователей данного игрового сервиса которые стали активно выставлять и позитивные оценки очень быстро она набирает популярность и сейчас ребятки разумеется в подробностях на нее посмотрим что нужно сказать про эту карту вообще немецкие авторы очень любят выполнять карты по региону баварии здесь полный порядок именно с аутентичностью берни добавил очень много своих авторских объектов собственно при скачивании этой карты с ней при ее запуске вам игра предложит скачать пока объектов от этого самого автора это баварские здания плюс ко всему помимо того что здесь несколько ферм выполненных именно автором от и до хватает объектов авторских и в городе конечно же есть и знакомые какие-то всевозможные объекты но они никак не бросаются в глаза благо что берни выполнил действительно аутентичную карту для данного южного региона германии в любом случае ребятки сейчас все сами увидите так что предлагаю вам самый прогуляться по этой самой карте баварская ферма и так друзья погнали баварская ферма хоть и карта малышка но довольно таки функциональная имеется сразу четыре базы которые мы можем приобретать собственно крупная стартовая плюс 3 к ней на выбор также есть куча точек продаж есть несколько производств дефолтным функционалом что касается культур то они ребятки все стандартные как и стандартные все виды продукции которые эта карта вырабатывает так что особенных заморочек и головника с какими-то дополнительными модами не будет а что касается участков как я уже говорил ребят вот самое большое поле меньше 10 гектаров 36 все остальные существенно скромнее включая наши стартовые базы которые даже до двух гитарах не дотягивают ну и само собой приобрести не будет великой сложности многие из этих полей также есть приобретаемые участки лесу там вот что кстати говоря можно еще приобрести лес вместе с лесопилки собственно вот они приобретаемые фермы в общем есть где развернуться конечно же карт для одного потому что за компанию тут ну особо сильно не развернешься но для одного здесь возможности более чем достаточно поэтому ребятки если вы фанат вот такого сеттинга европейского патриархального то конечно же карта вам для одного более чем зайдет что касается фермы то она как я уже говорил выполнена на объектах от автора данной карты все в баварском исключительно стиле вот такой тактильный дом на первом этаже открываются все двери ну и разумеется мы сейчас немножко побудем по комнатам ну и дойдем разумеется до тех комнат где конечно же находится наш триггер гардероба плюс триггер сна вот мы сейчас продвигаемся к триггеру гардероба потихонечку как видите параллельно мы тут увидим еще две двери которые нас выводят во двор а разумеется все сквозные проходы поэтому можно вот так вот стильно прогуливаясь по дому пройтись с одной стороны своей фермы на другую ну и давайте ребят что двери закроем да уже дойдем до нашей спальни а такая довольно специфичная надо сказать сейчас скажу в чем специфика этой самой спальни так открываем нашу дверь и вот у нас такое постельное белье выполнено цветах и в расцветке как раз таки баварского флага собственно если вы любите футбол и знаете такой крупный известный футбольный клуб бавария мюнхенская тот у него как раз у этого клуба на гербе использован как раз таки баварский этот самый флаг вот в этих ромбиках бело-синих и так ребятки идем дальше знакомиться с нашими объектами собственно попадаем в огромный гараж через мастерскую правда для для того как пройтись по самому гаражу мы сейчас посмотрим на вот такое производство которое у нас есть а здесь у нас ребятки производства удобрений плюс ко всему здесь также можно получать как по бочку гегистат вот у нас пожалуйста требуется навоз вода и здесь получаем два вида удобрений но это если вам хочется заморачиваться и опять же тоже какая-никакая но развлекуха здесь вообще такая ферма стартовая весьма интересная хватает здесь объектов вот собственно самый гараж вместительный с необходимой техникой здесь на старте на сразу два трактора комбайн и хватает всевозможной цепной оборудки на то что касается животного мира у нас есть огромный свинарник вот он прям рядом с нами с правой стороны есть коровники есть еще и курятник опять же сейчас на все посмотрим то что касается свинарника здесь у нас свинарник на 150 голов современный такой опять же все в баварском стиле можно зайти на все посмотреть но разумеется как видите ребят что очень важно проезды довольно таки высокие да конечно не на каждом прицепе самосвале ну или на само собой на грузовике самосвальным кузовом опрокидывающийся назад здесь заедешь но тем не менее в основной массе даже можно при желании если вы хотите поиграть например на наши техники из постсоветского пространства какой-нибудь камаз вполне себе от бирфарма туда залезет и разгрузится итак ребятки идем дальше что у нас здесь есть из объектов разумеется помимо вот того что мы видели рядом у нас еще есть например . где можно бак водой заправлять и здесь же набирать ее плюс ко всему отрядом то с правой стороны мы прошли находится у нас бак с дизельным топливом также можно покупать и проблем у вас с этими расходниками не будет идем дальше смотреть на наш гараж опять же другой стороны посмотрим много здесь возможных выездов так что опять же проблем заездом не будет мы все равно держите ребятки в уме то что все таки пространство как как бы казалось много все равно его недостаточно поэтому трактор этот лучше конечно же выкруживать и комбайны какие-нибудь среднеэффективные среднеразмерные потому что он тяжелой техники да еще с длиннющими прицепом здесь будет местами тяжеловато но друзья мои пока мы сейчас заходим на территорию этого весьма колоритного коровника баварского о чем я хочу сказать все эти объекты которые вы здесь видите их можно нафиг нести вообще всю ферму зачистить там все случится кроме того что касается силосных ям до которых мы дойдем вот это все сносится и выстраиваете эти объекты и вам хочется и в этом плане конечно очень круто поэтому можно купить например те фермы которые вам не очень сильно по дизайну заходят снести их под ноль и поставить ровно те объекты которые вы хотите либо же производства и там модовые в общем все друзья на ваш вкус ну и вот он собственно курятник до которого мы дошли на коровник посмотрели птичник у нас тоже такой весьма немалый больше трехсот птиц ну в общем как по дефолту есть возможность покупать вот такое количество кур так и здесь же также можно сделать ну и собственно топливный бак до которого мы наконец-то дошли выкруживая по ферме ну и давайте для того чтобы уже завершить осмотр а наши фермы пробежимся чуть подальше и посмотрим непосредственно на оставшийся объект собственно вот они силосные ямы которые невозможно удалить и вот такое колорит ненькая абсолютно а ретро зернохранилище со всеми вытекающими последствиями колоритный конечно смотрится очень здорово атмосферно но главное что это все аутентично то есть это все ведь находится в своем родном не просто твои не просто родной стране об родном на регионе этой страны ферма наша окружена со всех сторон полями и конечно не скучно но и как видите ребят большой набор стартовый производства то маленькая быга и производство фуража и удобрений чего только ничего уже на старте вас имеется мы же переходим в восточную часть карта что посмотреть на это друзья лесопилочку она у нас недорогая выполнена опять же на авторских объектов что немаловажно ну и тут же еще один конкретно такой для меня важный момент отмечу ребят здесь все надписи по большей части они выполнены на немецком языке вот например здесь мы видим что у нас есть владелец конкретный у этой лесопилки но они все производства и именные поэтому действительно полное ощущение того что попал в германии по объектам и по надписям но конечно же не без веселых моментов например тут тоже есть перекресток для дураков пожалуйста боты не могут разъехаться пробку поставили и все и никак по приоритетам не разъехаться ну думается все таки первая итерация карты поэтому следующих обновлениях разумеется барни этот косяк поправит идем дальше знакомиться с объектами переносится в городок самое его начало а точнее на северный окраин берем замком находится вот такая вот простенькая заправочка ну главное что свои функции ключевые выполняет тут можно заправляться топливом и технику свою суда загонять но разумеется не самых огромных размеров продолжаем двигаться друзья дальше в городочке есть у нас здесь такая маленькая молочная ферма кезера и ну и разумеется это слово не просто так вот это вот название она от немецкого названия слова сыр идет производная от него также у нас здесь рядом пекаренка вот такая то здорово смотрится разумеется пекарна мюллера здесь же у нас опять же надо понимать не самые дорогие вложения серьезные требуются чтобы эти объекты приобрести но главное колорит ребят этих объектов очень многие этих объектов они встречаются только вот на этой карте собственно в этом плане автор молодец постарался чтобы побольше именно было его работа не только дефолтные общаковые объекты хотя в немецких картах посмотреть многие объекты одни из других качают хотя в целом карта весьма симпатичный получается а это ребятки местный фермерский магазин тоже с немецкой с немецкоязычной надписью ну и опять же все необходимое здесь присутствует площадка такая весьма и весьма не скромная чтобы можно было развернуться на разные техники ну и само собой рабочий триггер как самого магазина так и ремонтной мастерской который находится по соседству здесь у нас находится еще несколько разнообразных точек с которыми можно работать это точки продажи всевозможные ну и конечно же маленькие предприятия в городок такое получается весьма и весьма в этом плане а плотненький собственно вот он у нас если изменяет мне память да может ферма вот пожалуйста опять же такой классный классная табличка логотип крутится bayern milk все опять же по-немецки выполнено в общем действительно карта и симпатичная и аутентичная это действительно глаз радует продолжаем дальше знакомиться нашими объектами перемещаемся в местный супермаркет вот так он выглядит со всей необходимой местной атрибутикой парковочка здесь есть в общем необходимый колорит присутствует есть и трафик ну правда он такой дефолтный здесь ничего нового автор не добавлял есть пешеходы опять же дефолтные и конечно все они на своих местах но рядом у нас находится точка перекупщика животных здесь же у нас находится еще и одна из точек продаж на разумеется какая . может быть продажа перекупщика конечно же всевозможных кормовых материалов сейчас мы давайте для начала посмотрим на вот этого самого перекупа здесь у нас кстати говоря находится еще три точки покупки извести удобрений и семян и здесь у нас свободно гуляют коробки загонит добавляя хоть какой-то жизни этой самой точки продажи животных ну могли обратить по моим обзорам хватает карте действительно просто постольку постольку стоит здание перекупа но вот тут еще и плюс ко всему какая-то жизнь происходит а это местная фабрика по производству холопи также с немецкой написью что тоже радует глаз еще один объект очень классно ребятки плотницкая и по случаю здесь еще такой симпатичный памятник стул стоит хотя разумеется здесь больше не сколько самому стулу сколько какому-то эдакому равновесию ну и разумеется точки продаж все необходимые присутствуют на месте если вам плотницкая не нужно будет непосредственно как предприятия но и вот она точка продажи кормовых материалов здесь подписаны эти самые материалы которые продаются они по-английски прописаны как и в меню ну и по-немецки также есть их аналоги названий так что в любом случае не потеряйтесь что здесь можно продавать любые кормовые культуры разумеется здесь продаются без особенных проблем друзья мои к югу карт у нас такая специфичная на своего рода промышленная зона назовем ее так начинается она с биогазового завода такой весьма немалый хотя карта компактная но тем не менее место нашлось ему и поблизости от быга у нас находится немного немало аж целый порт да вот такой вот весьма колоритный он прям совсем-совсем рядом сейчас на него переместимся ну и прогуляемся немножко по его объектам вот он точка продажи в порту здесь также необходимый антураж присутствует показывают культура здесь продаются разумеется это все зерновые плюс еще и стандартные овощи рядом другие точки продаж вот пожалуйста стоит баржа роттердам хотя карта конечно не голландская роттердам это крупный портовый голландский городок линдерландский правильно так все-таки официально страна называется нидерланды но вот карта в данном случае у нас немецкая еще одна точка продажи ну и давайте дальше продвигаться уже к финишу этих самых объектов которые установлены ну и уже в завершении обзора посмотрим мы на те фермы которые нужно покупать если вы хотите чтобы у вас либо были дополнительные фермерские мощности либо например производственно если вы хотите посносить эти объекты построить на них что-то свое но это ребят местная предельная вот такая объект в данном случае более чем знакомый дефолтный как он только не используется разными мододелами своих целях ну и последняя точка которой нам осталось окучить это у нас садовый центр где мы можем продавать например излишки навоза до вот для меня например важный объект более чем потому что у меня очень часто скапливается куча навоза играя зачастую не на самых огромных картах поэтому мне надо куда-то его девать в данном случае не нужно ставить модовый объект здесь уже точка продажи есть весьма колоритная садовый центр разумеется логично сюда что-то привозить ну и собственно ребятки давайте уже немножко посмотрим как я уже сказал на эти самые фермы которые необходимо докупать вот одна из них такая прям действительно очень колоритная с парадным въездом такой парадный дом стоит ну и рядом у нас разумеется это не просто так стоят вот для красоты данные сарае это непосредственно загоны для животных друзья сейчас мы накрутим себе деньжат приобретем эту площадку не только но и собственно посмотрим какие же там объекты у нас есть при желании конечно вы сразу можете организовать себе переезд например на 31 участке стоит весьма крупная база но судя по всему но если так вот прикинуть вторая по размерам после вот то что стоит стартовый на первом участке плюс ко всему рядом два крупных поля довольно-таки относительно крупных для этой карты разумеется и можно развернуться по полной программе на то что касается возможностей данной фермы то они весьма неплохие здесь разумеется и животноводством полный порядок например здесь можно работать с конями или с лошадьми как угодно плюс ко всему есть свинарничек в общем есть где разгуляться ну и само собой сопутствующие объекты где можно хранить все свои зерновые не только зерновые поддоны в общем тут есть такие объекты на разных фермах разбросанную но само собой что-то не нравится на все сносить мы строить то что вам хочется либо наоборот организовать сюда переезд со стартовой базы все зависит от того в какой стилистике вам больше фермы нравится но если говорить о глобальных отличиях каких-то имеется ввиду стилистических то вот наверное вот стартовой фирмы эти они больше всего контрастируют все остальные фирмы изменять друзья они похожи более-менее друг на друга разумеется поэтому если уж что-то менять то вот между стартовой фермы вот этой на которой мы сейчас находимся остальные вот сейчас сами ребята видите когда мы перескочим на эти самые объекты они не сильно гораздо тому всего отличаются от нашей стартовой лишь по меньшего размера а так в общем то смотрите сами глобально то понятное дело все это объекты исключительно в баварском стиле все зависит исключительно от ваших интересов здесь конечно если так посмотреть вроде бы как технику можно более серьезную припарковать но это все относительно потому что на этой технике она как-то во дворах разворачиваться и получится что не везде да и пройдешь опять же плюс ко всему надо еще к кормушкам для животных как-то подъехать так что ну ребят понятное дело все это эксперименты надо проверять разумеется на то что среднеразмерной техники то она точно сюда заедет но перемещаемся еще на одну ферму здесь у нас есть пожалуйста и курятник разумеется ну и не только курятник само собой есть у нас ремонтная мастерская есть хранилище для зерна общем все по минимуму необходимое в необходимости листик присутствует мы как я уже сказал действительно вот эти последующие фермы они более чем похожи на нашу стартовую ферму в остальном ребятки дело ваше где вы хотите играть хватает как видите на этой карте разнообразных объектов есть даже выбор ферм что даже на больших картах не встретишь а на этой малышке их аж сразу четыре это очень круто ну и опять же кому-то конечно может не хватать и предприятий маловато здесь и они такие в большей степени фермерские как например пекарня либо же например молочная ферма то есть такое предприятие небольшие как сама карта а вот чего-то мощного здесь не хватает на опять же повторюсь ребят это исключительно для любителей определенного сеттинга тем кому нравится вот самая патриархальная европа неважно патриархальная германия провинциальная либо какая-нибудь провинциальная англия или франция вот все вот в этой единой стилистике с узкими дорогами компактными городишками и деревеньками вот это все про одно и то же карта надо сказать вот эта самая баварская ферма на фоне многих немецких карт которые присутствуют на матхабе они на действительно довольно таки очень сильно выделяется очень приятная карта при всей своей компактности ну и то что конечно же хватает авторских объектов поэтому друзья если карта понравилось обязательно качайте на всякий случай оставляю ссылочку в описании к этому самому видимо но хотя можете и сами на матхабе ее найти а может быть уже и видели скачали и потестили так или иначе карта заслуживающее внимание для тех кому нравится исключительно компактные карты в европейском сентинги с определенным провинциальным колоритом но у меня друзья на этом все что хотел вам показал и рассказал и разумеется мне хочется вам как всегда в конце моих обзоров сказать о главном пожелать вам и вашим близким здоровья всего самого но и лучшего а всем нам мирного чистого неба над головами заскучайте в ютубе заглядывайте мою группу вконтакте там у меня найдете и ссылочки на новости от авторов модов ну и разумеется какие-то любопытные модификации для своих пиксельных хозяйств присмотрите я же разумеется надолго не прощаюсь совсем скоро услышимся увидимся на этом же самом месте на канале просто симулятора пока пока друзья